Ежегодно, каждую вторую субботу августа, в России отмечается главный спортивный праздник страны – День физкультурника. В этом году он прошел 13 августа. В этот день во всех регионах страны прошли различные физкультурно-спортивные мероприятия, спортивные соревнования, турниры, фестивали. В России в День физкультурника, как правило, открываются новые постоянные и сезонные спортивные площадки. Проводятся массовые забеги, турниры, соревнования, массовые тренировки с профессиональными спортсменами, различные состязания и шоу, семейные эстафеты. С 1 сентября 2014 года в России вступило в действие положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В тесты ГТО входят 13 видов испытаний, в том числе бег, подтягивания, прыжки в длину, стрельба из положения сидя или стоя и другие виды испытаний. Каждый, кто сдает определенные нормативы, получает специальный значок. Он бывает золотой, серебряный и бронзовый. Ценность награды зависит от результатов испытаний. Для каждой из 11 возрастных групп предусмотрена своя степень сложности. Также они различаются для мужчин и женщин. Сдавать нормативы на значок ГТО можно с 6 лет, верхней возрастной планки нет. За 2021 год в России в сдаче норм ГТО приняли участие около 3 миллионов граждан. Из них более миллиона человек выполнили комплекс ГТО, а 142 тысячи человек получили золотой знак отличия. В Азбесте для привлечения населения к занятиям физической культуры и спорта функционируют три муниципальных и одно государственное учреждение физической культуры и спорта. В спортивных школах города занимаются более полутора тысяч человек. По видам спорта – хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, велоспорт, пауэрлифтинг, конный спорт, бокс, легкая атлетика, спортивная гимнастика, лыжные гонки, прыжки на батуте. В физкультурно-спортивном центре Азбестовского городского округа занимаются 900 человек в спортивно-оздоровительных группах по плаванию, единоборствам, шахматам, дворовому футболу. Функционируют оздоровительные группы по адаптивному спорту и группы старшего поколения. На базе физкультурно-спортивного центра занимаются сборные команды города по волейболу и баскетболу. В Азбестовском городском округе день физкультурника совпал с днем города. Сотни участников шествия «3000 шагов к здоровью» 13 августа прошествовали от Аллеи мира до Форумной площади. Среди них были ветераны спорта, воспитанники спортивных школ, участники спортивно-оздоровительных групп и любители физической культуры и спорта. С появлением дня физкультурника в России начала образовываться массовая пропаганда здорового образа жизни. На территории современной России праздник официально вернулся в 1995 году. Сегодня день физкультурника является профессиональным праздником для тренеров, учителей, спортсменов. Однако также этот праздник посвящен обычным людям, занимающимся спортом и любящим его. Юрий Чиликин, Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ. Новости АТВ.